Как делают тыквенное масло и как его применяют? Как следует выбирать в магазине тыквенное масло? Какими положительными свойствами обладает тыквенное масло? Когда нельзя употреблять тыквенное масло? Смотрите видео до конца и получите ответы на эти вопросы. Если у вас появятся еще вопросы, то задайте их в комментариях и мы с удовольствием на них ответим. Прежде чем перейти к рассказу про тыквенное масло, хотим вас поблагодарить за имеющуюся обратную связь. Ваши комментарии помогают нам в создании новых выпусков, а ваши вопросы свидетельствуют о неподдельном интересе к проблеме. Если вы впервые на нашем канале, то обязательно нажмите на красную кнопку и подпишитесь на него. Мы стараемся сделать все возможное, рассказать о доступных способах достижения хорошего самочувствия. Смотрите наши видео и не болейте! На прилавках магазинов представлены различные сорта растительных масел. Масло производят из подсолнечника и кукурузы, оливков и горчицы, кунжута и сои. И это далеко не полный набор растений, из семян которых отжимают масло. Однако самым дорогим является тыквенное масло, которое выделяют из тыквенных семечек. Как делают тыквенное масло? Тыквенное масло отжимают прессами из тыквенных семечек. При производстве не используются никакие химические вещества или добавки. Сделать тыквенное масло можно и в домашних условиях. Для этого понадобятся семена тыквы в достаточном количестве. Если набирается около килограмма, то можно приступать. Семечки надо промыть и почистить. Потом залить водой и прокипятить около 5-7 минут. Потом процедить, перемолоть в блендере и из полученных измельченных семян отжать через марлю масло. Из килограмма семечек получится около стакана тыквенного масла. Можно использовать. Как применять? Его можно добавлять в готовые блюда и салаты. Имеет довольно приятный ореховый вкус с легкой горчинкой. В качестве дополнительного оздоравливающего средства тыквенное масло применяется по чайной ложечке 3-4 раза в день. Все зависит от заболевания, которое подлежит устранению. Лучше всего использовать перед едой. Можно использовать готовое тыквенное масло. Как следует выбирать в магазине тыквенное масло? Тыквенное масло имеет самый маленький из всех других растительных масел срок хранения. Выбирать стоит только свежее тыквенное масло или хотя бы когда до конца реализации осталась еще половина срока. Покупать можно то, что упаковано в стеклянную бутылку темного цвета. Настоящее качественное тыквенное масло остается каплей, а не растекается. Хорошо пахнет тыквенными семечками. Цвет имеет темно-зеленый, если смотреть на просвет, и коричнево-красный, если сверху. В бутылке на дне может быть осадок, а при встряхивании по стенкам видны полосы. Никогда не покупайте смесь тыквенного и какого-то другого масла. Внимательно читайте этикетку. Помните, что это дорогое масло, поэтому дешевым оно быть при продаже не может. Хранить надо не более 10 месяцев в прохладном месте. Употреблять только в холодном виде. При термической обработке теряет свои положительные уникальные свойства. Заправленный салат надо есть сразу, иначе, постояв, начнет горчить. Ну а стоит ли вообще употреблять тыквенное масло? Какими положительными свойствами обладает тыквенное масло? Тыквенное масло используется в качестве оздоравливающего и лечебного средства с древних времен. Его польза определяется богатым составом, содержащим большое количество необходимых человеку веществ, которые входят в масло в определенной пропорции. Именно это соотношение дает возможность хорошего, полного усваивания полезных ингредиентов. Это абсолютно жиросодержащий продукт, в нем не содержатся ни белки, ни углеводы. Жиры представлены полиненасыщенными и полинасыщенными жирными растительными кислотами, больше всего олеиновой и линолевой кислот, которые воздействуют на сосудистую стенку, делая ее упругой и эластичной. Помогают регенерировать клеткам кожи и улучшают структуру волос. Помимо жирных кислот в масле содержится растительный гемоглобин хлорофил. Он повышает оксигенацию тканей организма. Конечно, жирорастворимые витамины отлично усваиваются и оказывают необходимое воздействие на организм. А это и регулятор состояния зрения и мягкости кожи витамин А, также необходимый для репродуктивной функции витамин Е, воздействующий на свертывающую систему крови витамин К. Кроме этого, в составе тыквенного масла присутствуют витамины группы В, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота. Витамины сочетаются с микроэлементами, представленными в первую очередь селеном и цинком, оказывающими стимулирующее воздействие на иммунитет. Также присутствует магний, укрепляющий нервную систему и способствующий снятию стресса. Железо, входящее в состав гемоглобина. Кроме микроэлементов и витаминов, есть в составе масла фитостеролы, растительные гормоны и флавоноиды. Вещества, очищающие печень. Состав тыквенного масла и определяет его полезные свойства, ведь недаром в странах Азии называют этот продукт черным золотом. Регулярное использование приводит к следующим воздействиям на организм. Со стороны сосудистой системы происходит очищение стенок сосудов, улучшение микроциркуляции тканей, повышение упругости мышечных элементов сосудов, понижается концентрация холестерина. Пищеварительная система отвечает за использование масла улучшением пищеварения, стабилизацией кишечной микрофлоры, исчезновением проблем со стулом. Нутриенты масла успокаивают слизистую желудка. Они способствуют заживлению эрозий и повышают активность средств, применяемых против хеликобактера. Бактерии, вызывающие проблемы слизистой оболочки желудка. Печень очищается от задержавшихся в ее клетках токсинов. Отмечается повышение активности синтеза и выделения желчи, оптимизация работы желчевыводящих путей. Улучшается функция репродуктивных органов. У женщин нормализуется ежемесячный цикл, повышается способность к зачатию. У мужчин уменьшается отек предстательной железы, становятся более активными сперматозоиды. Значительное положительное воздействие употребления тыквенного масла оказывает на кожу. Повышается синтез коллагена, являющегося основой поддержания упругости кожи. Значит не образуются морщины, повышается эластичность. Нормализуется и выравнивается цвет кожи. Отмечается выраженный омолаживающий эффект. Быстрее регенерируют клетки и происходит исчезновение воспалительных элементов. Иммунитет получает способность правильно реагировать на внедрение различных чужеродных агентов, повышая защитные силы организма. Отмечается активация противовирусного звена и системы интерферона. Улучшается зрение за счет воздействия не только витамина А, но и улучшения микроциркуляции сосудов глаза. Стабилизируется работа нервной системы, проходят периоды нервных срывов, повышается стрессоустойчивость, стабилизируется сон. Повышается умственная и физическая работоспособность, улучшается память, сосредоточенность, возможность концентрироваться. Улучшаются процессы, отвечающие за текучесть крови. Происходит слаженная работа системы, приводящая к образованию фибрина и противосвертывающих антитромботических факторов. Обладает гипоаллергенными свойствами, способствует уменьшению интенсивности аллергических реакций. Крайне редко вызывает аллергические проявления. Уменьшает воспалительные реакции, способствует выведению избытков жидкости, а значит, обладает противоотечным и нормализующим водно-электролитный баланс действием. Участвует в процессах кроветворения, особенно в синтезе гемоглобина, что позволяет противостоять анемии. Способствует выделению токсинов и шлаков, максимальному расщеплению образовавшихся в организме или поступающих ядовитых веществ. Используется при борьбе с паразитами кишечника, обладает противоглистными свойствами, способствует выведению их из организма. Наличие такого большого количества положительных свойств делает применение тыквенного масла возможным при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, проблемах с кожей, при нарушениях функций желез внутренней секреции, половых желез. Также применяется просто с оздоравливающей и иммуномодулирующей целью. Использовать тыквенное масло можно как через рот, так и нанося на пораженные участки кожи и слизистых. Применять можно при различных дерматологических проблемах, особенно которые сопровождаются сухостью кожи, например псориаз или сухая экзема. Нанесение на места укусов насекомых значительно уменьшит зуд и снимет воспаление. Поможет, если делать аппликации на десны при стоматите. Справится с трофическими нарушениями и грибковыми поражениями. Однако не всегда можно использовать тыквенное масло. Когда нельзя употреблять тыквенное масло? Не следует применять при индивидуальной непереносимости, склонностям к послаблению стула и желчнокаменной болезни. Использовать тыквенное масло необходимо с осторожностью, особенно детям и людям, страдающим нарушениями в работе печени и почек. Если противопоказаний к использованию нет, то возможно применение в кулинарии и в качестве местного средства. Оздоравливающий эффект будет заметен при регулярном использовании масла в качестве заправок к холодным блюдам и салатам. Если у вас есть желание применять с лечебной целью, то стоит посоветоваться с врачом.